Паре Кришна, дорогие друзья, итак, мы продолжаем читать о славе Шимати Ратарани Иши Чайтани Чаритавлиты, который подарил этому миру Шила Прабхупада. Бесценные, сокровенные пославления нашего великого Ачарьи Шила Кришнадарской Раджи Госвами. Шила Прабхупада перевел на английский язык и комментировал это высокодуховное писание Для всех ясным языком вкладывая свои реализации, свои чувства преданности. И мы очень благодарны ему, поэтому мы ни дня не хотим без служения книгам Шила Прабхупады проводить, Потому что это радует Шила Прабхупаду и озаряет наше сердце, просветляет нас, наше сердце. Это Девиагян божественным знанием, которое передает Шила Прабхупада по цепи Ачаря Парампы, будучи сам великим Ачарей. И это божественное знание Девиагян озаряет наше сердце. По милости Шила Прабхупады, по милости Шила Кришнадарской Раджи Госвами и предыдущих Ачарев, по милости Шести Госвами Приндаваны. И наше сердце начинает ощущать духовные определенные подвижения и духовные переживания, в конце концов, которые присущи каждой душе. Каждая душа хочет любить и быть любимым, но эта любовь, вечно направленная на Господа Ши Кришну и Его окружение, в обусловленном состоянии душа теряет эту память и ищет материальной энергии, эту любовь, где нету этой любви, этой духовной любви. Но когда мы слушаем чистые, несравненно глубокие, высокодуховные прославления наших Ачарев, как Шила Прабхупады, Кришнадарской Раджи Госвами в Шичайтане Чаритамрите, они очищают наше сердце и они дают нам эту память. И мы можем найти Кришну, Господа Ши Кришну, Ши Мати Раддарани. Мы можем найти на страницах Ши Чайтане Чаритамрите, Господа Нитянанду, Палараму. Мы можем найти Сваруд Дамудару Госвами. Мы можем найти шесть Госвами Вриндавана и всех спутников Господа Ши Чайтане Макрабу. И мы можем вспомнить, найти, слушать о них, воспевать их качество, имена, лилы. Мы можем поклоняться таким образом им, этим играм, этим наставлениям, этому поведению, демонстрации высокодуховного поведения. Господа Ши Чайтане Макрабу, Ши Чайтане Чаритамрите, не имеют аналогов. И мы можем соприкоснуться таким образом с духовной реальностью. Поэтому вечную славу Шила Прабхупады, Шила Бхакстан Сарасвати Тхакура, Шила Бхакти Винода Тхакура, всех наших ачарев, Паларампы, Шила Кришна Даскаре, Госвами Шести, Госвами Вриндавана, неувидаемая и беспредельная. Это вечная слава. Оно должно быть признано и воспето, и мы должны служить их наследию, духовному наследию. И мы стараемся это делать. Итак, мы продолжаем с того места, где остановились. Jaya Jaya Shichaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrindam Jaya 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 Shichaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrindam Jaya 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 Shichaitanya Jaya 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 Shichaitanya Jaya Nityananda Итак, мы читаем Шичайтанья Чаритамритв, четвертая глава Аделилы. Слава называется «Сокровенные причины явления Шичайтанья Маапрабо» с текста 184. Слава Ши Матери Адхарани продолжается описываться. У Арджуна никто не питает ко мне столь же сильной и возвышенной любви, как гопи, которые омывают и украшают свои тела только потому, что считают их Моей собственностью. В комментарии Шина Прабхупада этот стих произносит Господь Кришна Бадипуранья. Чувства, которые испытывают гопи, обладают еще одним удивительным свойством. Силу этих чувств разумом не постичь. Когда гопи видят Господа Кришну, они сами того не желая чувствуют безграничное блаженство. Блаженство, которое испытывает гопи, в 10 миллионов раз сильнее того блаженства, что испытывает сам Господь Кришна, когда глядит на них. Комментарии Шила Прабхупады. Удивительное качество гопи, недоступной нашему пониманию. Гопи не ищут для себя удовольствия, но видя, как счастлив Кришна от встречи с ними, они чувствуют себя в миллионы раз счастливее Его. Хотя гопи не ищут для себя удовольствия, их счастье неизменно возрастает. В этом, конечно же, есть противоречие. Разрешить это противоречие, я думаю, может лишь такое объяснение. Счастье гопи зависит от счастья их возлюбленного Кришны. Комментарии Шила Прабхупады. Очень трудно найти объяснение состоянию гопи, ибо они испытывали счастье, сами того не желая. Разрешение этого противоречия заключается в том, что счастье Кришны зависит от того, насколько счастливы гопи. Поэтому все преданные во Вриндаване стараются служить гопи, а именно Ратарани и ее спутницам. Заслужив благосклонность к гопи, можно с легкостью завоевать расположение Кришны, ибо Кришна принимает служение от того преданного, которого представляет ему гопи. Вот почему господь Чайтанья стремился доставить удовольствие гопи, а не Кришне. Но сверстники не поняли его, и господь Чайтанья оставил семейную жизнь и стал саняси. Когда Господь Кришна видит гопи, его счастье начинает расти, а со счастьем растет и его несравненная красота. Гопи думают, Кришна так счастлив видеть меня. От этой мысли их прекрасные лица и весь исполненный совершенства облик становится еще прекраснее. Глядя на красоту гопи, Господь Кришна сам становится еще красивее. А чем дольше гопи любуются красотой Кришны, тем красивее становятся они сами. Так гопи и Кришна вступают в состязание, в котором нет побежденных. Так или иначе, Кришна наслаждается красотой и достоинствами гопи. И когда гопи видит его радость, их счастье усиливается. Мы видим, что радость гопи это источник радости для Господа Кришны. Вот почему любовь гопи не омрачена вожделением, комментарий Шила Прабхупады. Кришна радуется, глядя на прекрасных гопи, отчего юные лица и тела самых гопи тоже расцветают радостью. Это бесконечное состязание в красоте между гопи и Кришной внешне напоминает отношения влюбленных. И потому мешские моралисты часто путают его с обычной плоской любовью. Но взаимоотношения гопи и Кришны не имеют ничего общего с материальным миром. Горячее желание гопи доставить Кришне удовольствие наполняет все вокруг чистой любовью к Богу и не оставляет места в вожделению. Я поклоняюсь Господу Кешаве. Когда он идет домой из леса Вриндавана, ему поклоняются гопи, которые поднялись на крыше своих доводцов и приветствуют его сотнями танцующих взглядов и нежных улыбок. Взоры, которые он украдкой бросает на них, словно большие черные шмели, так и вьются у груди каждой гопи. Комментарий Шила Правопады. Эта цитата взята из Кешаваштаки. Восьмой стих. Входящий в состав става малой Шилы Рупы Госвами. Любви гопи присуще еще одно качество, которое доказывает, что в ней нет и тени вожделения. Любовь гопи усиливает очарование Господа Кришны. Это очарование в свой черед усиливает любовь гопи и приносит им великое наслаждение. Любящий обретает счастье тогда, когда счастлив любимый. В этих отношениях нет места жажде собственных удовольствий. Таков характер бескорыстной любви. Любящий наслаждается счастьем любимого. Если бложество любви не позволяет преданному служить Господу Кришне, он негодует на это бложество. Комментарий Шила Правопады. Как было сказано, Шри Кришна является господствующим возлюбленным, а гопи отдают ему свою любовь и зависят от него. Любовь подвластных питает любовь повелителя. Гопи не стремились к собственному наслаждению. Их счастье было опосредованным, поскольку зависело от счастья Кришны. Такова бескорыстная любовь к Богу. Чистая любовь возможна только тогда, когда зависимый любящий черпает радость и счастье своего возлюбленного. Повелителя. Примером такой чистой любви является ситуация, когда любящий подавляет себе ощущение счастья, приносимого служением, потому что оно мешает ему продолжать свое дело. Шри Дарука подавлял себе блаженное чувство любви, ибо оно сковывало все его члены и мешало ему исполнять свой долг, обмахивать Господа Кришну. Комментарий Шила Праупады. Это стих из Бхакти Расамри Та Синду 3.2.62. Латасаокая Ратарани в сердцах проклинала свою экстатистскую любовь, вызвавшую потоки слез, которые мешали ей видеть Говинду. Комментарий Шила Праупады. Этот стих также взят из Бхакти Расамри Та Синду 2.3.54. Кроме того, чистые преданные никогда не оставят преданное служение Господу Кришне ради счастья одного из пяти видов освобождения. Комментарий Шила Праупады. Чистый преданный, который любит Кришну и только Кришну, наотрез откажется от любого вида освобождения, будь то слияние с телом Господа, обладание одинаковым с Ним обликом, одинаковыми богатствами, обитание на одной с Ним планете или доступ в близкое окружение Господа. Текст 205. Мадгуна шутима трена маисарва гуга шаен маногатир авитчина ятагангам пасонбутау Текст. Стоит моим преданным услышать обо мне, каких умы подобны небесным водам Ганги, которым ничто не может помешать течь к океану, тотчас устремляются ко мне, обитающему в сердце каждого. Трансцендентное любовное служение Пурушоттами Верховной Личности Бога отличает два качества. Оно свободно от корыстных побуждений и не знает преград. «Предпочитая всему служение мне, мои преданные не принимают салокию, сарышты, сарупию, самипию или слияния со мной, даже если я сам предлагаю им эти виды освобождения». Комментарий Шилапрабхупады. Этот и предыдущие два стиха, взятые из Шимадбхагаватам, 3, 29, 11-13, их произнес Господь Кришна в облике Капиладевы. «Мои преданные служа мне удовлетворяют все свои желания и потому не приемлют четыре вида освобождения, легко доступные к любому, кто мне служит. Станут ли такие преданные стремиться к приходящим удовольствиям?» Комментарий Шилапрабхупады. Этот стих из Шимадбхагаватам, 9, 4, 67, произнес Господь, рассказывая о качествах Махараджи Амбариши. Слияние с бытием Абсолюта такая же приходящая вещь, как обитание в райском царстве. И то, и другое находится во власти времени. Ни одно из этих положений не вечно. Естественной любви Гопи нет и тени вожделения. Она безупречно светла и чиста, как расплавленное золото. Гопи-помощницы, наставницы, подруги, жены, дорогие ученицы, наперсницы и служанки Господа Кришны. «О Партха, я говорю тебе истину, Гопи и помощницы мне, и учителя, и ученицы, они мои служанки, подруги и жены. Я не знаю, кем они мне не приходятся». Комментарий Шила Прабхупады. Этот стих произносит Господь Кришна в Гопи Прямамрите. Гопи знают все желания Кришны и знают, как доставить Ему радость своим совершенным, полным любви служением. Они искусно служат своему возлюбленному, желая, чтобы он всегда был доволен. «О Партха, Гопи знают о моем величии, о любовном служении мне, о моем умонастроении и о том, как меня почитать. Никто другой по-настоящему этого не знает». Комментарий Шила Прабхупады. Это стих из Ади Пураны. Его произносит Господь Кришна, обращаясь к Арджуне. Самая возвышенная из Гопи Шримати Ратика. Она превосходит всех красотой, достоинствами, удачей и, самое главное, любовью. Ещё раз этот стих почитаем. Самая возвышенная из Гопи Шримати Ратика. Она превосходит всех красотой, достоинствами, удачей и, самое главное, любовью. Комментарий Шила Прабхупады. Среди всех Гопи Шримати Ратхарани самая возвышенная. Она самая красивая, обладает самыми большими достоинствами и, что самое важное, превосходит всех своей любовью к Кришне. Ратха необычайно дорога Господу Кришне и также дорого ему место её омовения Ратхакунда. Она его самая любимая Гопи. Комментарий Шила Прабхупады. Это стих из Падма Пураны. О Партха! Во всех трёх мирах Земля самая благословлённая из планет, потому что на ней есть Вриндаван. А во Вриндаване нет никого превыше Гопи, ибо среди них моя Шимати Ратхарани. Комментарий Шила Прабхупады. Этот стих из Ади Пураны слова Господа Кришны, обращённые к Арджоне. Остальные Гопи делают всё, чтобы увеличить радость игр Кришны и Ратхи. Они посредницы в их божественных наслаждениях. Комментарий Шила Прабхупады. Гопи делятся на пять групп. Саки, Нитя Саки, Прана Саки, Прия Саки и Парама Прешта Саки. Этих светлокожих спутниц Шимати Ратхарани, Царица Вриндавана, Дхамы, отличает особое умение возбуждать в Кришне любовные чувства. Есть восемь Парама Прешта Саки, и в экстатических отношениях к Кришне и Ратхе, они иногда принимают сторону Кришны, а иногда Ратхарани, создавая впечатление, будто отдают предпочтение одной из сторон. Это придаёт духовным отношениям ещё больший вкус. Ратха, возлюбленная Кришне, она богатство его жизни. Без неё никакие гопи его не радуют. Господь Кришна, враг Камсы, во время танца раса покинул всех гопи, заключив в своём сердце образ Шимати Ратхарани, ибо она помогает ему исполнять самые сокровенные желания. Комментарии Шилапраупаны. В этом стихе из Гитаговинды 3.1 Джаядева Госвами описывает, как Ши Кришна оставил Расалину, чтобы разыскать Ши Мати Ратхарани. Господь Чайтанья не шёл на землю в умонастроении Ратхарани. Он проповедовал дарму этого века, пение святого имени и чистую любовь к Богу. Пребывая в настроении Ши Мати Ратхарани, он исполнил и собственные желания. Это было главной причиной его прихода на землю. Господь Ши Кришна Чайтанья это сам Кришна, Праджендра Кумар в воплощении всех рас. Он олицетворённая любовь. Он явился, чтобы испробовать вкус супружеской любви и вместе с этим поведать миру обо всех расах. Дорогие подруги, только взгляните, как Ши Кришна наслаждается весной. Кругу гопи, обнимающих каждую часть его тела, он подобен живому воплощению любви. Своими божественными играми он дарует радость и гопи, и всему мирозданию. Обладатель синевата, смуглых, подобных синему лотосу рук и ног, он устроил праздник в честь Камадевы. Комментарий Шила Бравупады. Это стих из Гита Говинды 1.11. Господь Ши Кришна Чайтанья обитель расы, и он сам вкушал её сладость бесчисленными способами. Таким образом он установил дарму для века Кали, преданным Господа Чайтанья хорошо известны эти истины. Комментарий Шила Бравупады. Господь Чайтанья это сам Кришна, тот, кто в совершенстве наслаждается любовью к гопи. Он приходит в роли гопи, чтобы испытать счастье духовных рас в подчиненном положении. Представ в таком качестве, он в то же время удивительным образом проповедует религию века Кали. Постичь эту божественную тайну могут только близкие преданные Шри Чайтанья Магапрабу. Постичь эту божественную тайну могут только близкие преданные Шри Чайтанья Магапрабу. Иногда преданные говорят мы не понимаем Шри Чайтанья Чаритамриту. Мы не можем понять смысл. Шри Чайтанья Парапада здесь ясно сказал постичь эту тайну могут только близкие преданные Шри Чайтанья Магапрабу. Божественную тайну прихода Господа Шри Чайтанья Магапрабу его действия. С преданностью склонившись перед Адвайтой Ачарей Господом Нитянандой Шивасой Пандитом Гадатарой Пандитом Сварупой Дамударой Мурари Гуптой Гаридасом Тхакуром и другими преданными Шри Кришне Чайтанья я подружаю их стопой себе на голову. Комментарии Шри Чайтанья Прабабабы. Автор Шри Чайтанья Чаритамриты учит нас. Если мы по-настоящему хотим познать Шри Чайтанью Магапрабу, нам следует выражать почтение всем этим чистым и близким преданным Господа Чайтанья. что здесь можно сказать после комментариев Шилопрабупады ? Можно сказать что сам Шилопрабубаду Шилопхстан Сарасвати Таку Шилопрабхт难 такой все наши ачария начали начиная шила праву пады самого последнего представителя начале парампры для нас они все должны быть почитаемыми нами еще раз почитаем комментарии шила правопады автор шри чайтанья чаритамриты учит нас если мы по-настоящему хотим познать шри чайтанью магапрабу нам следует выражать почтение всем этим чистым и близким преданным господа чайтанья выражение почтения много включает себя отмечать праздники ухода прихода ачарьев поклоняться их наставлениям их писанием их облику поклоняться их месту рождения выполнять их наставления ради их удовольствия распространять их книги всем и каждому это все некоторые виды служения и почтения которые мы можем совершить сделать дандават перед ними и так я косвенно изложил суть шестого стиха теперь послушайте его объяснение чтобы постичь величие любви ши матера тарани чтобы познать какими качествами ши кришны наслаждается благодаря своей любви она одна а также чтобы изведать ту радость которую она черпает черпает в его любви господь проникся настроением ратарани и явился в этот мир из луна шимати шачи деви как некогда луна возникла из глубин океана какой красивый стих все эти истины не предназначены для широкой публики но если их не раскрыть о них никто не узнает вот что пишет а чаря древа шила кришна дас каверач госпами все эти истины не предназначены для широкой публики но если их не раскрыть о них никто и не узнает поэтому я лишь упомяну о них и раскрою самую суть чтобы любящие господа преданные смогли в них разобраться а глупцы не поняли ни слова есть тоже очень глубокий стих то есть а чаря древа говорит что я упомяну о них и раскрою самую суть для любящих господа преданных а глупцы они не я сделаю так чтобы любящие плены смогли в них разобраться в этих играх а глупцы не поняли ни слова ну глупцы не понимают ни слова из-за своего желания быть глупым а чаря древа хотел бы чтобы они поняли просто они не хотят рида и дара и я чайтанья нитянанда эсабаси тантэ сэй паиве ананда каждый кто поместил свое сердце господа чайтанья махапрабху и шри нитянанду прабху внимая этим божественным заключением непременно ощутит бложество заключение эти подобным молодым побегом мангового дерева они всегда радуют преданных как кукушек радуют побеги манга но схожие с верблюдами безбожники не смогут понять эти темы оттого у меня особенно радостно на сердце я боюсь говорить при них но если они не поймут моих слов что может быть радостнее трех мирах чем подобное обсуждение поэтому выразив поштение преданным я уверенно приступаю к повествованию которое доставит им удовольствие но здесь можно вопрос задать а почему очаре говорит что я радостен и что может быть радостнее трех мирах чем подобное обсуждение не он говорит я боюсь говорить при них но если они не поймут моих слов что может быть радостнее таких обсуждений вот эти обсуждения глупцы когда слов слышат они оскорбительно начинают думать и относиться поэтому великие святые они как шила кришна доска врач господи они не хотят ни в коем случае чтобы кто-либо оскорбил эти лилы и тем самым господа потому что господь самый дорогой и их игры для них самые дорогие насколько мы понимаем в этом суть того чтобы глупцы не сумели оскорблять это писание я боюсь говорить при них но если они не поймут моих слов что может быть радостнее в трех миров чем подобное обсуждение то есть обсуждение совершается так чтобы исключить круг где оскорбляют писания и игры господа поэтому эти обсуждения совершаются в том кругу где люди верующие по-настоящему и не оскорбляют эти писания поэтому выразив почтение преданным я уверенно приступаю к повествованию которое доставит им удовольствие некогда господь кришна предавался размышлением все говорят что я исполнен бложество и полон всех раз повсюду в мире каждый черпает наслаждение во мне но кто может одарить наслаждением меня только тот доставит мне удовольствие чьи достоинства в сотни раз превосходит мои однако в целом мире не найти того кто в сравнении со мной обладал бы большими достоинствами но я вижу что радха способна доставить мне радость моя красота затмевает красоту десяти миллионов богов любви несравненная и непревзойденная она радует все три мира и тем не менее моим глазам отрадно видеть красоту ратарани звук моей божественной флейты пленяет все три мира но мои мой собственный слух очаровывают сладостные речи шримати ратарани хотя мое тело наполняет ароматом все мироздания благоухание тела ратарани пленяет мой ум и сердце благодаря мне все мироздание исполнены различных вкусов но сам я очарован нектарный вкусом уст шримати ратарани и хотя мое прикосновение прохладнее десяти миллионов лун самого меня освежает прикосновение шримати ратарани и так хотя я приношу счастье всему миру самому мне нет жизни без красоты и достоинств шримати ратики таким образом можно понять какие чувства я испытываю к шримати ратарани однако размышляя о них я нахожу противоречие я черпаю полное удовлетворение когда глаза мои устремлены нашей матери ратарани однако сама она глядя на меня испытывает еще большее удовольствие когда ратарани слышит шелестящий звук трущихся друг от друга стволов бамбука она всеми мыслями устремляются к этому звуку ибо принимает его за пение мои флейты а завидев дерево там мало она обнимает его думая что обнимает меня шри кришна обнял меня думает она теперь моя жизнь увенчала с успехом так прильнув к стволу дерево она поглощена мыслями об удовольствии кришны когда благодатный ветерок доносит до нее мой аромат она слепнув от любви пытается взлететь навстречу этому дуновенью она пробует на вкус отведенный мною битель и погружается в океан счастья позабыв обо всем будь у меня даже сотни уст я не смог бы описать ту божественную радость что приносит ей общение со мной видя как она сияет после наших игр я забываю себя от счастья мудрец барата говорит что герой и его возлюбленное в равной мере наслаждаются друг другом но ему неведома раса которая царит в моем бриндаване как здесь говорит прекрасно господь ши кришна комментарии шила правопады на этот стих мудрецы которые подобно пара тему не глубоко изучили отношения мужчины и женщины утверждают что влюбленные общаясь друг с другом получают одинаковое удовольствие но в духовном мире эти отношения имеют совсем иную природу и специалисты в мирских вопросах ничего не знают о таких отношениях счастье которое приносит мне встреча с ратарани во сто крат превосходит счастье всех иных встреч моя дорогая благословленная ратарани твой облик источник всей красоты твои алые уста слаще нектара бессмертия лицо твое источает аромат лотоса твои сладостные речи приятнее пение кукушки и каждая часть твоего тела прохладнее сандаловой пасты ты украшена всеми достоинствами и когда я наслаждаюсь твоей красотой блаженный восторг охватывает все мои трансцендентные чувства комментарии шила правопады этим стихом господь кришна обращается к радхе лолита матове 9 9 шилы рубы госпами ее глаза очарованы красотой господа кришны прага камсы ее тело трепещет от восторга при его прикосновении ее слух всегда пленяется его сладостным голосом вдыхая она пытается уловить его аромат а язык жаждет нектара его нежных уст делая лишь вид что старается совладать собой она опускает голову и прячет подобное лотосу лицо но это не помогает есть скрыть невольные проявления любви господу кришне комментарии шила правопады так шила рупа госпами описывает чувство ратарани из этого я заключаю что во мне есть какое-то неведомое очарование способное подчинить себе саму жизнь моей покорительницы шимати ратарани я всегда жажду изведать счастье которое ратарани черпает во мне несмотря на все усилия я так и не могу ощутить это счастье но желание изведать его становится все сильнее с каждым разом когда я вдыхаю его сладостный аромат когда-то я приходил на землю чтобы изведать вкус чистой любви и я изведал этот вкус самых разных его проявлениях своих играх я учил людей преданному служению которая основана на спонтанной любви ко мне но я так и не смог исполнить три сокровенных своих желания ибо в моем положении это невозможно до тех пор пока я не перед не предстану в сияние экстатистской любви ратарани я не в силах буду исполнить эти желания чтобы исполнить их я приду на землю проникшись умонастроением ратарани и переняв цвет ее тела такому решению пришел господь кришна и тогда же настало время явиться на землю воплощению этой эпохи между тем шиадвайта ревности поклонялся господу и привлек его своим громким зовом сначала господь кришна послал в этот мир своих родителей и наставников а затем и сам не шел на в адвипу прибывая в умонастроении ратарики и обладая телом такого же цвета как у нее он явился из чрева шачиматы словно полная луна зашедшая из океана чистого молока так сосредоточившись на лодосных стопах шилы рупы гос вами я объяснил 6 стих 1 главы чтобы подтвердить объяснение этих двух стихов 5 и 6 стихов 1 главы я приведу слова шилы рупы гос вами господь кришна пожелал вкусить бесконечно сладостные расы любви которыми наслаждается одна из его многочисленных возлюбленных шри радха и потому принял облик господа чайтами он познал сладость этой любви когда скрыл темный цвет своего тела и озарился ее золотистым сиянием пусть же господь чайтанья пролет на нас свою милость комментарий шила правопады это третий стих из 2 чайтаньяш таки содержащийся встава мали шилы рупы гос вами так начальные 6 стихов 1 главы составляющей вступительную молитву раскрывают глубинную природу господа чайтанья и причины его прихода и последний стих 277 этой главы ши рупа рагуна тапады яра аша чайтанья чаритамрита кахе кришнадаса молясь у лотосных стоп ши рупы и рагуна тхи уповая на их милость и следуя за ними я кришнадас рассказываю чайтанья чаритамриту комментарии шила правопады так заканчивается комментарий бхакти веданты к 4 главе ади лилы шри чайтанья чаритамриты который повествует о сокровенных причинах явления господа шри чайтанья мага прабу так дорогие пленны вы прочитали 184 стиха по 277 последний стих этой главы с комментариями шила правопады спасибо вам большое вся слава шили правопаде шили кришнадас к врач господи и всем слушающим ши чайтанья чаритамриту